Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Послы Французской Республики покинули Вашингтон и Канберу после того, как стало известно, что Австралия отказывается от подписанного еще в 2016 году контракта на строительство новых подводных лодок. для австралийских военно-морских сил. Австралия сообщила о своем отказе только после того, как стало известно, что в ходе переговоров между президентом Соединенных Штатов и премьер-министрами Австралии и Великобритании было достигнуто соглашение о строительстве для Австралии флота из атомных субмарин, которые будут использовать американские и британские технологии. Это куда более современные и эффективные подводные лодки и решение об их строительстве – первый результат создания нового оборонного союза между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. Цель нового союза – противостоять растущей мощи Китая в Тихоокеанском регионе. Однако первой жертвой этого британско-американско-австралийского соглашения стал вовсе не Китай, а стала Франция, потерявшая многомиллиардный контракт. При этом о том, что контракт больше не интересует Австралию, стало известно только после завершения американско-австралийско-британских переговоров. Президента Франции Эмманеля Макрона и других французских руководителей о возможном отказе Австралии от сделки не проинформировали. Нельзя сказать, конечно, что они узнали о том, что Австралия отказывается от французских подлодок из медиа, но ситуация очень близка к этой практически. Можно даже говорить, что политики и журналисты узнали о разрыве австралийско-французского контракта практически одновременно. И, разумеется, такого рода ситуация вызвала сильное раздражение в Париже. И потому, что Франция этот многомиллиардный контракт потеряла. Это реально серьезный удар по экономическим интересам республики. И потому, что Францию не проинформировали о том, что она потеряет этот контракт. С Парижем не провели никаких предварительных консультаций. Сейчас источники, близкие к австралийскому правительству, говорят, что в Камбере в течение нескольких недель обсуждали, как сказать президенту Франции о том, что контракт не будет выполняться. И в результате не пришли ни к какому решению. И просто решили, что французы и так об этом узнают. Чего искать вариант. Еще более пикантная ситуация выглядит после того, как стало ясно, что когда премьер-министр Австралии посещал Париж и разговаривал с президентом Франции о французско-австралийском сотрудничестве. И о продолжающемся строительстве подлодок для австралийских военно-морских сил Австралия уже была близка к заключению нового оборонного союза с Соединенными Штатами и Великобританией. Потому что предварительные договоренности о таком союзе были достигнуты во время трехсторонней встречи президента Соединенных Штатов с премьер-министрами Великобритании и Австралии в кулуарах последнего саммита группы 7. А этот саммит проходил как раз на коммуне визита австралийского премьер-министра во французскую столицу. И совершенно очевидно, что именно поэтому в Париже говорят о самом настоящем кризисе доверия между Соединенными Штатами, Великобританией, Австралией и Францией. Именно поэтому Франция решила отозвать своего посла из Вашингтона и своего посла из Камбера. Кстати, почему не отозван посол из Лондона? На этот счет в Париже тоже дают совершенно однозначный ответ. Правительство Великобритании и так известно своей оппортинистической позиции по отношению к французским интересам. А поэтому не о чем разговаривать с послом Франции в Лондоне. Не о чем проводить с ним консультации. Отношение Великобритании к Франции и так является совершенно очевидным. И это, кстати, тоже говорит об очень серьезном кризисе доверия между странами, которые являются ведущими союзниками по Североатлантическому Союзу. И об очень серьезном кризисе доверия в самом Североатлантическом Союзе, который был спровоцирован созданием вот этого вот нового оборонного союза между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. Почему так, в принципе, происходит? Объяснить это можно достаточно легко. Главной политической целью администрации Джозефа Байдена на международной арене является именно стратегия сдерживания Китая. Можно сказать, что в этом подходе Джозеф Байден является преемником своего предшественника Дональда Трампа. Только Дональда Трампа прежде всего беспокоили экономические интересы. Вопрос экономической борьбы с нарастающим китайским влиянием. А Джозеф Байден мыслит прежде всего геополитическими интересами. Вопросами усиления политического влияния Китая. В том числе и в Тихоокеанском регионе. И мы уже видим первые шаги, которые были сделаны американским президентом по преодолению этого влияния. Но самый интересный для нас шаг, это попытки Байдена найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. Джозеф Байден не случайно говорил о том, что Путин тоже должен быть обеспокоен растущим влиянием Китая. И тут Вашингтон хотел бы найти взаимопонимание с Москвой. Я считаю, что это абсолютная иллюзия, потому что для Владимира Путина как раз усиление влияния Китая с его политическим режимом гораздо выгоднее, чем усиление влияния Соединенных Штатов. Но именно поэтому Соединенные Штаты сейчас осторожны во своих взаимоотношениях с Российской Федерацией. Именно поэтому, кстати, появилась у Москвы возможность достроить Северный поток-2. Это не только желание Вашингтона улучшить отношения с Германией и вернуться на европейскую сцену. Мы видим, что когда речь идет о Франции, то никакого особого интереса к возвращению в Европу в администрации Байдена не проявляют. Это именно что нежелание ужесточать отношения с Россией в надежде на то, что в Москве поймут, какими являются подлинные внешнеполитические приоритеты новой американской администрации. Это действительно достаточно опасный по своим последствиям подход. Иллюзорный. Ну а другой достаточно опасный и иллюзорный подход мы увидели в время встречи президента США с британскими и австралийскими премьер-министрами. Новый оборонный союз есть. И вполне возможно, что у Австралии появятся новые подводные лодки и новые возможности для сдерживания в Тихоокеанском регионе. Но кризис между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками и главным европейским союзником, наряду с Германией, с Францией, тоже есть. И пока что совершенно неясно, как этот кризис будет преодолен. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать этот проект. Удачи!